Ранее я рассказывал, как передать дату в git. Теперь посмотрим, как задать формат для ее вывода. В качестве проекта возьмем реальный репозиторий, тот, в котором разрабатывается сам git. Будем форматировать дату для git log в других командах аналогично. В print я укажу cd, то есть дата коммита в формате по умолчанию, и дальше заголовок коммита. Для того, чтобы сделать дату немножко короче, давайте настроим ее формат. В команде git log для этого существует flag date, в других командах формат даты может выбираться по-другому, и дальше описание формата. Формат по умолчанию называется default, но есть ряд других, например, rfc, iso и так далее. Для наглядности я выписал их в виде таблицы. Как видно, default это примерно то же самое, что rfc, чуть короче дата по стандарту iso, есть два варианта, обычный iso так выглядит, и строгий, в первую очередь для программирования. Также можно задать дату в коротком формате, только дата без времени, unix timestamp и unix timestamp плюс timezone, это внутренний формат git. И наконец можно задать ее relative, относительно сколько-то времени назад. Например, в нашем случае, если поставить relative, то видите, сначала relative изменяется днями, потом неделями, затем месяцами и так далее. Такой формат даты красивый и короткий, в этом его плюс. С другой стороны, он подходит не всегда, поскольку сопровождается потерей точности. Видите, здесь пачка коммитов, но какой из них сделан три месяца назад, а какой три месяца и четыре недели назад, совершенно непонятно. У всех из них одинаковая дата примерно три месяца назад. Если это подходит, то отлично. Если же нет и хочется другой формат, который отличается от тех, которые перечислены, то можно задать свой. Для этого пишем формат, двоеточие, и дальше процентное обозначение для strftime. Это очень известная функция для форматирования дат, которую умеет использовать git. Документацию к ней можно найти отдельно. И вот здесь подробно данное описание, какое процентное обозначение, какой компонент даты означает. Например, часто используются процент h, это часы, процент m, маленькое, это номер месяца, m, большое, это минуты и так далее. Кроме простых обозначений, есть и комплексные. Например, процент f, это год, месяц, день. То же самое, как если указать через дефис вот эти обозначения. А процент t, это полное время в двадцать четырехчасовом формате. Вернемся к нашему примеру и укажем, что дата будет в формате, двоеточие, и затем процент f, год, месяц, день. Процент t, время. И дальше таймзона. Ну-ка. Ну вот. Формат, который я сделал, идентичен встроенному ISO. Но сейчас мы еще немножко его улучшим. Обратим внимание, если перейти по истории подальше, видно, что у дат разные таймзоны. В современных проектах это типично. Разработчики часто из разных частей мира, а гид запоминает дату вместе с таймзоной. Но, как правило, даты гораздо проще понимать и сравнивать, если таймзона у них одна. Причем желательно та, в которой я нахожусь сейчас. Для этого в гид есть суффикс local. Он прибавляется к любому формату, кроме raw и unix, и переводит даты в локальную таймзону. У меня таймзона плюс 3 сейчас. Соответственно, видите, все даты в таймзоне плюс 3. Теперь заметим, что так как даты в одной таймзоне, то таймзоны уже выводить ни к чему. К сожалению, ISO формат фиксированный, поэтому в нем таймзоны выводят всегда. Но давайте я вернусь к формату и укажу здесь defis local. Минус local означает, что дату нужно пересчитать. И таймзону отсюда уберу. Ну вот, получилась компактная дата в моей таймзоне. На этом все про форматы. Как видите, выбор довольно большой, гибко настраиваемый. В заключение скажу, что по моим наблюдениям, в зависимости от ситуации, наиболее часто используют либо relative, то есть относительный формат, либо формат в локальной таймзоне, как я только что показал.